Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Несколько месяцев я хожу к психологу-мужчине. Его меры основаны на телесно-ориентированной терапии. Они мне помогают, и я считаю психолога достойным. Мне кажется, я сильно влюбился в него. Красивый мужчина, его прикосновения, я получаю теплую поддержку, ни от кого больше не получаю. Он говорил, что готов меня ожидать, что двери для меня открыты, одевают меня, отмечу, что он бесплатный психолог. У меня проблемы в отношениях к супругам. Его холодность, редкая близость, не обнимают, не поддерживают, я не чувствую тепла, любви, поддержки. Я замужем в 8 лет и двое детей. Сейчас у нас с психологом первый месяц, он в отпуске, но я все равно думаю о нем, у меня сильные чувства к нему. Я хочу от них избавиться и продолжить терапию. Хотелось бы разрешать мои проблемы именно с ним. Но я не хочу, чтобы специалист знал о моем переносе или о моей влюбленности. И хочу продолжать работать именно с ним. Я думаю, что самостоятельно, без помощи, либо того специалиста, с которым вы работаете сейчас, либо другого специалиста, без помощи, вряд ли получится. Ну вот, вы пишете, что у вас месяц, но выберите другого специалиста и вы работаете над переносом с ним. Это первое. Второе. А почему вы не хотите, чтобы специалист об этом узнал? Видимо, вы боитесь, что, например, человек отдалится как-то. Вы боитесь этого. Или вы боитесь, напротив, что отношения какие-то начнутся другие, другие, более неформальные. То есть тут, опять же, очень важным моментом является ваш страх. Собственно, на мой взгляд, я не увидел этого в ответах моих коллег. Речь идет о потребностях в любви и потребностях во внимании. И, на мой взгляд, если вы скажете психологу о том, что у вас такая потребность есть, если вы как бы озвучите ее и сделаете ее запросом, то вы можете, в принципе, не говоря к психологу о том, что вы к нему что-то чувствуете, вы можете работать над тем, что является вашей проблематикой. Дело в том, что если человек, в данном случае вы, нуждается в чем-то, какой-то базовой для себя потребности, то совершенно нормально, что он, не имея возможности получить это одним путем, пытается получить это путем другим. То есть это абсолютно нормально, на мой взгляд, и в этом ничего такого нет. Поэтому работа с потребностями здесь предельно важна. Может выступать как запрос к психологу и совершенно необязательно говорить о переносе. Но хотел бы отметить следующее. Что с точки зрения профессиональной этики психолог действует не совсем корректно. Говорят, что будет вас ждать, что двери открыты, что одевает вас. Хотя, если честно, я не очень понял, что имеется в виду, если поп одевает. А мы понимаем с вами допустим какую-то помощь в одежде верхней, то это нормально. Но если что-то другое уже нет. В любом случае, со стороны специалиста идет нарушение, к сожалению, ваших личных границ и его. Собственно, что не является, к сожалению, профессионализмом. Ну, показателем профессионализма, скажем так. Кроме того, кроме того, если вы хотите с ним заниматься, если вы хотите с ним работать, то, на мой взгляд, доверие, доверие. Необходимо. Если вы не говорите ему про то, что с вами происходит, то доверие нет. Нет. А если нет доверия, то, к сожалению, в таком случае, психотерапия невозможна. Поэтому я бы сказал, вам нужно решить для себя то, каких отношений, каких вы с ним хотели бы. Если вы реально хотите с ним работать, без доверия невозможно. Без открытости, без честности какой-то невозможно. И вы сами своим нежеланием саботируете процесс психотерапии. Если же вам понравился мужчина, и вы хотите с ним отношений, то в таком случае вам необходимо закончить с ним терапию. Но выразить, скажем так, желание вступить в отношения через определенное время. Еще раз хочу сказать по поводу желания избавиться от чувств. Это про потребности. Потребности могут стать предметом психотерапии и, соответственно, психолог вам поможет снизить уровень ваших чувств к нему. Вот. Как-то так, я думаю. Но вообще это как бы не для самостоятельно. Ну, то есть это не самостоятельная работа. То, что вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.